Летом 6-й раундовый бой во втором среднем весе. Судьи у ринга Антон Шарков, Илья Садамов и Алексей Козлов. Ваш рефери Дмитрий Болдырев. И в синий угол добро пожаловать боец из Омска. Встречайте, Валерий Рябинин! Итак, друзья, Валерий Рябинин. Бес 80 кг. Родился в Омске, там же живет и тренирует. Всему 27 лет. По любителям был призером чемпионата Омска. Значит, интересно, что в 2016 году вывал титул чемпион Евразии по тап-файту. Это такой боевой спорт, в котором сегодня 13-й раунд. Ну, что называется, кто до конца начался, кто-то чемпионал. Ну, там на выносливость, там, бой на выносливость. То есть там интересная была методика. То есть где-то в году как раз в 13-14 они были особо популярны. То есть там на тесте Купера, насколько я помню, это с фамилией могу напутать, основанно. Ну, там 12-минутный тест на выносливость. Если по ориенту 12 раундов ты не побеждаешь, назначается экстра-раунд трехминутный. Ну, вот тап-файт это было действительно здорово. И регулярно они бои проводили. Ну, вот Валерий Рябинин там дрался. Но сейчас для него это первый профессиональный полетник. Ну, что ж, многие, наверное, скажут, что как же так, что если он пройдет 12-й раунд в минуту, значит, ты имеешь в виду спокойно, как-то так уж. А Сигур? Ну, это не факт, потому что было это уже в 16-м году, 4 года назад, достаточно давно. И никто из нас не молодец. А в красный угол! Соответственно, никто не знает, какие там сейчас физические однифы у Валерия Анина. Это Шамиль Катаев! Его соперник Шамиль Катаев показал вес 78,2. Кстати, надо отметить, ну, мы так же сказали, что Рябинин 80,5 килограмм весит. Все те, кто выступает сегодня в рейтинг в боях, практически все, они немного не уложились в вес. Но тут есть допуски, потому что поединки, те, которые не титульные, здесь это можно делать. Во всех титульных поединках нам очень четко, прям точно в весе все парни. И у нас там будет проблема. Итак, Шамиль Катаев, 23 года, его рост 75 сантиметров. Два боя уже провел, в обоих выиграл, причем один раз выиграл досрочно. Мастер спорта по боксу, чемпион России 2017 года, победитель первенства России 2014 года. Также был чемпионом российских молодежи 2015 года. И он является младшим братом Имама Катаева, тоже весьма успешного бойца, который как раз в этом году стал чемпионом России. Итак, знакомство с бояц в синем углу. Ему 27 лет, рост 183 сантиметра, вес 78,8 килограмма. Это профессиональный дебют в ринге. Дамы и господа, из Омска Валерий Ряпинин. Его заверник красному углу ринга, бойцу 23 года, рост 175 сантиметров, вес 79,5 килограммов. Его профессиональный рекорд – три боя, три победы, включая победу нокаутом. Представляющий бойцовский клуб «Ахмат» и «Зуру Спартана» Фатан Шамин Катайев. Красный угол. Все готовы? Все готовы? Красный угол. Готов боксер? Доктор. Готовы? Баф! Готовы? Готовы? Готовы не слышали ś ś Рябинин пока шагов вперед не делает. Переходил с ногом. Это было достаточно плотно. Два боковых сейчас по перчатке. Там было видно даже. Мы близко находились. Видно его немножко отвергнут. Но надо отметить, что Рябинин пока спокойно перекрывается. Здесь нет такой паники во всех движениях. Аперкот опустил сразу. Перекрывается шолдер-ролл. Да, ему как раз сразу же из угла крикнули. Руки не опускай. Такая кровавада не нужна абсолютно. Мы видим, как Шамиль Катаем сразу обозначает корпус. Слабое место в стойке шолдер-ролл. Ух ты! Снял перчатку, пробил. И удивительно. Рябинин просто с запущенными руками пошел вдоль каната. Катать этим невозможно. Хороший резкий удар по форме. Все продолжает по голове. Кричат сейчас Рябинин уходи, уходи. А он стоит просто у канатов. Принимает удары на себя. И было очень критично. Хорошо работает корпусом. Хатаев защищается. Опустил руки. Мне кажется, сейчас Рябинин это сделать не стоит. Рябинин по-хорошему, наверное, пора бы самому уже показывать в атаке, в контратаке. Он просто принимает удары. Просто буквально бомбит он сейчас. И снова жесткий левый боковой на скачке. Зачем по боку правой. Хорошо закручивает на ногах. Рябинин работает как по мешку. Давайте будем честным сказать. Корпусом, полу. Опять навстречу. Да. Должен признать, что Рябинин пропустил уже достаточно немало ударов. Но до сих пор нет шанса тени и близко к нокдауну. Ну, боец все-таки еще что-то непробитый. Но плюс не будем забывать, что у него профессионального опыта, когда бойцы многие профессионалы, они намерены становятся нокдауном, чтобы сорвать ритма на атаке, переждать. А тут нет. По характеру, конечно, Рябинин непохожий человек, который будет намерен сам нокдауном. Оказывается. Снова пропускает. Хорошая защита снова. Пропускает праву прямой от Рябинина. 10 секунд. Хорошая работа по этажам. Теснит, теснит, теснит. Хорошо уходит, убирает голову. Пока все. Ну что ж, задал тревку-то, в общем-то, Шамиль Катаев, Валерий Рябининов. Ну, очень много таких базовых ошибок. Пустил, стоял у каната, перекрывался просто. Тем самым шолдер-роллом мы отмечали с опущенными руками. Зачем тянуть соперника на себя. Вот здесь, в этом бою соперника на себя тянуть не надо. Он сам придет. На самом деле, очень многие боксеры начинают повторять вот эту вот технику шолдер-ролл. То, что вы сказали. Перекрываться плечом. Но она же ведь, на самом деле, придумана для боксеров со специфической антропометрией плеча. То есть тогда, когда боксер может полностью закрыться, закрыть подбородок плечом. Здесь, как бы, мы видим, что, ну, не такие немножко плечи у Валерия Рябинина. Да, да, да. У Валерия Рябинина, допустим, как у того же там Плойда Мэйвезера или Джеймса Туни, да, яркий представитель этой манеры. Нужно быть крайне оплаченными. Потому что то, что у одного совершенно может быть плохо для другого. Все-таки профессиональный линк, да, уже профессиональный бой, это не место для экспериментов именно, когда непосредственно будет. Ну, вот здесь, как раз, я думаю, страция. То есть вот конкретно эта защита для Валерия Рябинина – это не очень здорово. Ну, что, смотрим второй раз. Опять натыкаете просто на силовой чеп сейчас. Видно, что-то между перчаток. Не жалейте. Три подряд, четыре подряд. Завырался, да, значит, не попал. Здесь и боковые, и прямые, конечно, все в цель. Сейчас намного точнее взбивает. То есть и так-то до этого в первом раунде практически не было ударов. Сейчас вообще по цели процентов 90. Взбивает. Взбивает сейчас Хантаев, поднимает. Комбинация по этажам, кости снизу-сбоку. Отвечает такими размашистыми боковыми сейчас Валерия Рябинина. Ну, вот сейчас поднырнул хотя бы по боковой, не стал хрумать его. Ну, хорошо. Ну, успешно. Ну, там локоть на месте. Отвечает одиночными ударами Валерия Рябинина. По единицу времени он, конечно, меньше ударов. Попытался плечом встретить. Неудачно, а короткий боковой зашел у Валерия. Ну, опять стоит у канатов, опять ложится на них сейчас и открывается под тяжелым ударом Валерия Рябинина. Приклад небольшой, пауза. И продолжаем дальше. Честно говоря, ему нужно отметить достаточно крепкий подбородок, как мы видели. Потому что пропустит такое количество пушек. Нормально стоит, нормально себя чувствует. Хотя, как мы видим, да, немножечко уже начинает накатывать усталость. Пропущенные удары есть пропущенные удары. И, конечно, не знаю больше, больше всего устает в днижер. На момент приема, а сам не отпускает удар. Ваши введи. Чуть не меньше устает. Так, у тебя нет возможности опереться рукой на цель, что называется. Всего тратить за руку на весну. Вот. У него шли в корпус. Можете менять уровни атак, решение катая. И продолжают работать абсолютно в той же манере, которую окружет принесла его. Хорошо сейчас заходит. Он застоялся, опять оттягиваете ногу сейчас с опущенными руками. Но, видим, что Хатай начал выставать. Начали медленные удары. И Хатай, да, немного, конечно, по сравнению с первым раундом, стал порежен. И, конечно, можно предположить, что это был такой хитрый план Валерия Рябинина. Но, если это был план, то он очень рисковался. И, конечно, Роман, я ею. Упать. Дайте. День секунд. День секунд. Стоп, стоп. Бокс. 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 Аперкот так же, где контратака, хочу спросить, Валерия Любинина. Ширки бесконечные, да, правда, я думаю, не сутамат выше головы. Так, 10 секунд осталось. Шаг назад сейчас Любинин. Снова удар, бонус, пички короткие. И все, третий раунд закончен. Нормально? Я не подустал, посильнее уже. Буду вступить. Вообще красавчик. Левый не забывай. Все, хорошо. Левый не забывай. Если ты не будешь защищаться, я остановлю. Отвечать, отвечать. Не будет, да, 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 да. Чуть-чуть надо отвечать. Папа стей. Угол, угол. Угол. Бо, боск. Бо, боск. Бо, боск. Мне казалось, что все будет достаточно очень быстро. Потому что старт у него совсем неудачный. Дальше, по мере того, что он начал уставать, продолжая выкраску пермонентной силовой удары, что-то лучше стало у Любинина. Не потому, что он сам стал лучше, а просто потому, что действительно, он не стал. Но мы это видим, что, по крайней мере, в моменте неудачный, может быть, и не влажный, чтобы не сильно еще учиться, потому что действие, да, то, что там будет неудачно, может быть, тела, ну, не хватает более каменной защиты, да, сказали специалисты, да, это что-то нетерпеливый парень. Заряжайте, Валер, все легко. Все легко. Все легко. Упа, 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 упа. Как угодно сейчас, в какую-то очередь, шарит Хаттайв. Упа. 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 Буквально расстрели. Упа. 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 В чем видно было, прям, не успел свести локти сейчас dice, Лябинин, и пропускyer точно между руками. Работа, работа. Да, и кричат регулярно, много легий. Упа. Тут надо уже, вот на моменте, когда игрок начинает действовать и вленочным, потому что он перестал работать шириной, не надо. Пытаться его перехватить, учитывая, что lecture . Надо пытаться его перехватить, учитывая ш face. Упа. Восстанавливает все связи с темпом. Убирает. Тому из этого было гораздо проще работать с корпусом. Мы видим, как он раскачивается. Но темп падает очень стремительно. То есть если до этого не столь серьезный бег, ух ты! Хорошо было. Практически супермен панч. Но Ребеня увидел этот момент, улыбнулся, оценив. Очень терпеливый, конечно. Ох, но подставил голову, он нарвался на перхо. Причем уходил от бокового, видно было. Но пройдет не решительно. И сейчас был большой целовой удар. Начинает бить Джамиль Хатай. Там были очень хорошие боковые левые скачки. Попытка работы корпуса. Хороший заскок. Хатайев. Тут надо еще отметить такой момент, что Шамиль где-то отчасти показывает над этими действиями, что он смеется. Такая эмоциональность. И великий соперник очень сложно. Сколько можно. Да, а он стоит, и с одной стороны вроде ничего не отвечает. Он не падает. Порость всегда разозлиться. Бой не показывается. Засушил, можно сказать, да? Ну, засушил своеобразным способом, да? Уп-па! Уп-па! И, ну, пока что мы не видим каких-либо результатов, кроме того, что кажется вот-вот, 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 сейчас тут звучит сумма. Валерий Ребене стоит. Уп-па! 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 Он ловил как раз на сближайке. И как у боксера клиппы, допустим, не сели, не сели, не сели, не сели, не сели. Он просто не видит, не видит возможности садоковать своего оппонента. Пытается идти, потому что финта стоило надо сделать какую-то надпись. Сейчас, кстати, руками в основном пробивает Валерия, не формирует корпус. Идет все от ноги. И такое впечатление, что китайцы сейчас отвлекают внимание. Просто Валерия Валерия Валерина на тельдовещалию, немножко бы тот выкин должен отпускать. Вполне понятная тактика. Садина и даже вытечение под глазом. Образовалась. Макс! Под левым двором. Держимай, держимай, держимай! Впускай! Пропускают удар за ударом буквально. Валерия Валерия Валерина. По величине. Сейчас пропускают. Хороший. Держимый набрад. Разбивает корпус. Пытается. Сейчас все ворк было. Валерия Валерина. Раз, два. Я умолил. Раунд не молял. Через крючок корпус. И все-таки заставил Рябинина опустить руки. Пробил его немножко голову. Вышибись. цgeh. Уппа! Особо непаленции. Уппа! Он один раунд в ружье. Он пока что антинга не сильно меняется. Хотя и по-прежнему предследовать этотball Валерий Адубин. Уппа! Уппа! Я так хорошо демонстрирую, чем защитный терпус. Достаточно разсосторонний удар всю резкую движение. Хочешь заработать, хочешь силовой проблему. У меня селенности не хватает иногда. И селенности, и креативности. Потому что, конечно, ориентироваться на силовые удары, это здорово. Уметь защищаться конкурсом тоже прекрасно. Но если ты ориентируешься только на силовые удары, рано или поздно это может служить тебе недобрую сумму. И то, что тебе всегда надо в физической кондиции поддержать невероятно. Не даешь себе сам отдыхать. Очень много всего делаешь. Станция, конечно. Снова пропускает тяжелые заголовки. Валерий Ебинин. Головы вышли. По углам. И раунд подходит на этом конце. Друзья, напомним, это шестираловый поединитель. У нас еще один раунд впереди. Последний, да? Да. Отлично. Левую повыше. Вот спросил, как раз у нас, у нас будет последний раунд, и тренер сказал, да, и говорит, отлично, левую повыше. Ну, не знаю, чего тут отличного. Ну, отлично, что на ногах, конечно, стоишь. Но... Ну, посмотрим, сможет, что ты сейчас, что называется, ускориться, что Амель Катай, да? Потому что ему тоже... Ну, я не думаю, что будет досрочно. Бактеру профессионалу, да, то есть, должна, нужна, где будет победа досрочной. Потому что ты будешь красивым. Все, легко. И он там долго атакует, понимаешь? Прямо вот... Ну, вот, дениска, да, что он отвечает на отличный характер. Однозначно, бойцов. Не могу, не могу, он тоже встает. Давай, 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 давай. Итого, конечно, мало для того, чтобы уступать по высокому уровню. Какой-то делал первый бой еще. Пожали руки. Сразу такой пресский пастил. Макс! Шестой рам, друзья, смотрим. Шестой. Заключительно. С тяжелых джебов начинает. Шамиль. Вытесняет канал. Что ж, покажешь, что не путевает. Любинин просто. Возможно, что-то еще и покажет. Смотрим, да? Взгляд у него вполне, что называется. Осознанный. Осознанный. В смысле? Он в конце попытался взорваться. Рябинет два удара выбросил. Брочно. Стало оттягиваться. Бестан. Стоп. Стоп. Дышко. Бац! Привод новителей сейчас, пожалуйста, немножечко попытались бокшировать в кинч, но уже наверняка на полу. Получие боковое на строчке. Хартаев. Не нравится, что он после этого бокового сразу размещается влево, оказывается сбоку. От соперника переживает еще один право-вправо. Пробил, оттянулся. Таймин. Таймин. Бокс. Продолжаем. Продолжаем. Таймин. 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 То, пак. Пайтай вот рябни на перкотах. Поймать такие вот размашистые. Таймин. И боковые. Ну, и все-таки тоже. Но, и все-таки-то разумности. Завершить победу иногда срочно. Немножко сумбурой было сейчас. Кринч. Упа! 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 Причем мне нравится Шамильевичу, я во время на зарезах, Т убаган. Упа! Упа! Уп! Уп! Стоп! Брэк команда. Упа! Упа! Уп! Уплама! Уплама! Упа! Упа! Убар! 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 Оливковичем! Это как? Это оппоненты! Да ну чё просто, чего ты не готов? А, я кажется, всё понятно. Не, нормально, чё? Ну здесь и комментарий, который помал. Сейчас на камеру. Нормально, но мы не готовы. Мы не знаем, в какой форме Валерий Пьет подошел. Это мой дебют. Это было очень непростое дебют, очень непростое. Знаете, как романтик? Очень смущаю. Сейчас пробу шел. Но все равно, что еще как-то внутреннее психологическое давление, как-то и корабль, что-то заверш, так вот пойдет. Зачего стартанешь, уже сложнее. Один, с другой стороны, кого-то уже наоборот. Такое же. Индикативно. С каждым следующим боем. Все больше и больше. Говорят, что чемпион бояться нечего. Будешь как-то. Что такое по стороне? Пойдем. Чем выше ты забираешься, тем больнее падает. В следующий раз просто надо на сбор выехать, нам перед нормальным боем подготовиться. Вот, тоже. Надо выехать на сбор и нормально подготовиться. Еще победим. Терпеть. Аплюх. Да, отличное просто подобранное слово. Компала, пойдет. Терпеть. Терпеть. Победим. Пожелаем ему удачи, конечно. И хорошей подготовки, в первую очередь. Ну и главное, чтобы восстановиться после всего этого. Ну, психологически мощный парень, конечно. Сломать не получилось. И это очень похвально. Итак, дамы и господа, по завершении шести раундового боя, единогласным решением судей одержал победу. И остается настоящим поражением Шамиль. Шамиль. Ха-а-а-а-а-а-е! Да, в поле, понятно. Ждаем его победы. Поздравляем Аблина Монтаева в свою очередную победу. И аплодисменты его сопернику, Валерию Рябинину. Аблина Монтаева в свою очередь.